Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Market. По традиции для вас я сделаю обзор рынка с точки зрения ВСА, с точки зрения Price Section. В комментариях к этому ролику находится тайм-кода, по которым вы можете ориентироваться и найти тот инструмент, который вам интересен. Ссылка на полный обзор, где я рассматриваю также курсы рубля, нефть, голубые фишки и многие другие инструменты находятся в описании к этому ролику. Перейдем теперь к рынку Forex. По евро прекрасно отработал наш анализ и мы дошли до наших целей. В общем, как обычно, перелетели их. На данный момент рынок очень сильно вырос, дамы и господа, однако объемы на покупку снижаются. Конечно же, все это может свидетельствовать о том, что в рынках начнется коррекция, которую я ожидаю к уровню 109.240. После непродолжительной коррекции рынок может дальше пойти в область ближайших максимальных точек. В нашем случае это, конечно же, область 110.851 и 101.415. Негативного сценария пока что я не вижу, только лонги по данному инструменту. Перейдем теперь к фунту. По фунту прекрасно отработал наш анализ так же, как и по евро. Мы дошли до наших целей, резко выросли и стали откатывать в обратную сторону. На данный момент в рынке очень много позитива, чрезмерно много позитива. Я ожидаю, что в рынках начнут потихонечку разворачиваться в обратную сторону против этого позитива, дамы и господа. Я ожидаю дальнейшего движения в область 121.24.400 с последующей коррекцией и, конечно же, движение вверх в область 1.26.314. На мой взгляд, дамы и господа, на данный момент движение вверх себя исчерпало. Для того, чтобы продолжать дальнейшее движение вверх, в рынок должны, конечно же, заманить продавцов. Они уже, в принципе, находятся в позициях и уже находятся в неком капкане. Но их, на мой взгляд, слишком мало для того, чтобы рынок дальше продолжал дальнейшее движение вверх на топливе их стопов. Нужно больше золота. Перейдем теперь к иене. По иене случился негативный сценарий и мы четко отработали его. Просто тик-в-тик практически. Если помните пару обзоров назад, я обозначил некоторые цели. А именно вот такой вот флет и, собственно говоря, пробой данного флета вниз с последующим проливом к уровню 106.533. Этот сценарий неплохо себя отработал, но если мы посмотрим на рынок сейчас, дамы и господа, мы обратим внимание, что рынок внизу не собирается, собственно говоря, какой-то позицию, чтобы двинуться еще ниже. Вот такое чувство, что внизу находится достаточно сильный покупатель по данному инструменту. А кроме того, в четверг рынок выстрелил вверх, причем достаточно волатильно. И несмотря на то, что в рынках было вот это движение вверх, оно было по большей части новостное, оно довольно-таки хорошо вписывается в технику и в логику происходящих процессов. Очевидно, на рынке наблюдается некий баланс как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Понятное дело, что вот это падение, которое произошло, его организовал продавец. Опять-таки, я вас отсылаю на несколько обзоров назад. По этой причине постараемся на следующей неделе следить за рынком и не делать вот каких-то долгосрочных сделок по данному инструменту. Конечно, у нас есть вероятность вот некого зависания в этом конфликте вот этих вот покупателей-продавца, и вот зависнуть, у нас есть вероятность зависимости в этом флете. Я обозначу цели этого флета. Это получается 165.33, а к уровню 107.292. Но вероятность, конечно же, небольшая. Будем следить за данным инструментом на следующей неделе, пока что без активных позиций по нему. Австралиец прекрасно отработал наш анализ на покупку данного инструмента. Мы дошли до нашей цели просто тик-в-тик, после рынок стал разворачиваться и падать. На данный момент падение, дамы и господа, не остановилось, и мы можем упасть еще ниже, в область 63.800. Понятно, что рынок, конечно же, бесконечно падать и расти не может, и рано или поздно рынок остановится и начнет возрастать, и это будет фаза как раз-таки отрастания, фаза вот такого роста. На мой взгляд, начнется это как раз-таки с области 63.800. Это ключевая область для данного инструмента, которая не раз себя оправдывала и которая не раз показывала себя. На следующей неделе я ожидаю покупок по данному инструменту в этом диапазоне, либо существующих цен. Да, мы сейчас будем вставать против шерсти, поэтому эти позиции будут с высоким риском, но они будут с неплохим таким потенциалом, поскольку цель наших покупок – это ближайшие максимальные точки, а именно область 0.655933. Золото. По золоту неплохо отработал наш анализ, я уже устал говорить эту фразу, чтобы не сглазить, но тем не менее, мы ушли в коррекцию к уровню 1700 и стали отрастать, но не дошли до наших целей, если мы говорим о целях отроста, некого разворота такого. Не дошли в данном случае 10 долларов, что конечно же для данного инструмента много и в текущий момент, если в целом мы посмотрим на рынок, посмотрим на золото, после резкого взлета в четверг мы упали на фоне новостей, дошли до области 16.72. Это ключевая область по данному инструменту, мы резко взлетели на повышенных объемах, вся эта ситуация мне напоминает зарождение, если честно, такого долгосрочного бычьего тренда. Сейчас я ожидаю дальнейшего пролива вниз, естественно, потому что опять-таки возвращаемся к теме с иены, по-моему, с фунтом, прошу прощения, где для того, чтобы куда-то пойти, нужно собрать определенные стопы, нужен определенный бензин. Пока что бензина нет, понимаете? Поэтому говорить о долгосрочных позициях, но вот преждевременно все показывает на то, что это может произойти в рынках. Сейчас я ожидаю, конечно же, пролива вниз и локально в ту же самую область 16.72, но в этих областях, возможно, как раз-таки опять-таки возвращаюсь к зарождению бычьего тренда и дальнейшее движение в области 17.38. То есть, вот если резюмировать по золоту, сказал очень сложно, вы, наверное, запутались, вот локально сейчас у нас происходит продажа. Продажа вот так немножко попродавали, попродавали и как бы окей. Глобально, если мы говорим, это, конечно же, покупка. Глобально. Но для того, чтобы глобально купить, подождите еще следующую неделю, хотя бы вот до среды, до четверга, лучше даже через недельку. Посмотрите, чтобы рынок стал потихонечку формировать, собственно говоря, вот этот вот бычий рынок. Биток. По битку мы неплохо отработали наш анализ, дошли до наших целей и просто-напросто перелетели их. И на данный момент мы сейчас находимся в верхней части, собственно говоря, графика, вот на таких некоторых локальных аях. Да, рынку требуется небольшой откат, но мы видим, как в четверг сформировались свечи, которые, в общем-то, показывают наличие покупателя по данному инструменту. Если помните, такое было на золоте примерно три обзора тому назад. Я говорил, очень странно, на хаях кто-то покупает, и после этого золото еще выросло. Здесь может произойти, в принципе, то же самое, поэтому я предполагаю дальнейшее движение вверх, в область 93-28 и также 10 тысяч. Господа, я, конечно, не думаю, что это конец бычьего тренда. Мне просто многие в чате пишут это перекупленность, перекупленность. Я пока что, если честно, не вижу здесь некоторой перекупленности. Негативный сценарий, конечно же, присутствует по данному инструменту, и его можно рассматривать при пробое 86-69. Вот тогда можно рассматривать краткосрочные продажи в область 81-38, но данные краткосрочные продажи связаны, конечно же, с неопределенностью. Почему я говорю краткосрочные? Да, в общем и в целом, потому что слишком много позитива, если вы будете сейчас заходить в долгосрок на некий разворот, можете наделать определенных бед и определенных дров наломать. Поэтому будьте осторожны с продажами на текущий момент. Дамы и господа, осталась всего лишь неделя до конца скидки на мое обучение. Эта скидка длилась месяц, я предупреждал о том, что скидки я делаю достаточно честные. По этой причине через неделю скидка будет отменена и цены будут увеличены на 30%. Знаете, возможно вы замотались там, либо просто забыли, что есть скидка. У вас сейчас осталась всего лишь неделя, чтобы этой скидкой воспользоваться. Вы можете взять обучение сейчас, активировать, изучать его в любой момент. Это прелесть его на самом деле, в том, что вы не зависите непосредственно от меня, например, от моего времени, от времени группы. Вы можете изучать его тогда, когда у вас будет свободное время, активировать тогда, когда у вас это время появится. Ссылку на продукты найдете в описании. И, в общем, в целом, также мне хочется сказать, что на данные продукты действует гарантия, на курс базовый действует гарантия от слива. Теряете по знаниям в курсе, я делаю компенсацию. На курс ВСА действует гарантия на качество. Поняли, что курс ни о чем и невозможно его никак применять, вообще полная какашка, делаю вам компенсацию. Ссылка на продукты находится в описании, также в описании встретите описание данных продуктов. Более подробно читайте по ссылкам в описании. Ну а я вам желаю на следующей неделе удачи, благополучия и счастья. Зарабатывайте!